Хеллоу, друзья! С вами Стефпро, и сегодня я покажу вам мод на броню супергероев для Майнкрафта Байкстейшн. После установки этого мода в вашем Майнкрафте появляется целая куча брони, и эта броня была собрана или, может быть, снята прямо с независимых супергероев. Да, как видите, здесь очень много брони, и сегодня всю эту броню мы рассмотрим, и, конечно, мы её оденем. Ну что, давайте начинать. Первым нашим супергероем будет флеш, друзья. И перед тем, как начать видео, я вам говорю, что, пожалуйста, не спамьте мне в комментарии. Я не всех знаю, поэтому я могу допустить больших ошибок. Ну что, как видите, мы очень быстро бегаем, да и железный меч я ему добавил сам, потому что у него не было никакой штучки. И, как видите, у него целая куча эффектов, но, друзья, это только самое начало. Самый экшен начинается у нас в конце. Ну, флеш выглядит довольно классно, и что ж, давайте двигаться дальше. Так, я забыл снять костюм, да, друзья? Давайте снимем костюм и положим его обратно, чтобы наш инвентарь не заполнялся всяким мусором. Ну, так, нет, всё. И сейчас мы, по идее, стали вот такую Дракулу, я не знаю, как его звали в фильме, но, друзья, я сказал, что я буду довольно сильно ошибаться. У него также есть эффекты, и у него есть супер вещь, с помощью которой он сможет телепортироваться в любые вещи. Но она маленькая и неадекватная, потому что она может телепортнуть даже очень далеко. Ну, у него нет определенной цели. Так, волк, что тут делаешь? Ну, теперь ты здесь ничего уже не делаешь, и давайте вернемся, друзья, обратно. Так, как видите, она совершенно неадекватная, потому что она у нас может телепортнуть очень сильно, а может телепортнуть очень мало. И Дракулу выглядит примерно так. Очень классный скин, друзья, он мне очень нравится. Ну, и что ж, как видите, у каждого супергероя своя способность, друзья. Так, я маленько здесь перепутал, давайте все вернем на место. Так, что, а, вот наше колечко. И то ж, теперь пора все возвращать на место. Дальше у нас идет Росомаха, друзья. Наверное, все уже знают Росомаха. Росомаха выглядит вот так, и у него есть супер вещь. А супер вещь это его когти, друзья. Просто очень классный скин, и очень классное оружие. Да, это просто зашибенный мод, друзья. И наши когти прибавляют нам повышенный урон. И также у него 4 эффекта. Это регенерация, прыгодить и скорость. Ну, и, конечно, получается повышенный урон. Ну, дальше у нас идет, я не знаю, кто это такой, но, если честно, сейчас вы увидите, на кого он похож. Сразу, наверное, узнаете. Если честно, он похож на черепашку ниндзя. Но это вряд ли он. Я не знаю, друзья, я не знаю, кто он, кто это. Вот, но у него есть специальная вещь, с помощью которой вы сможете регулировать полет и отключать его или включать. Поэтому это точно не черепашка ниндзя, как подумали многие, в том числе и я. Но я не знаю, кто это, но он очень классный выглядит. И у него есть эффект, так сказать, сопротивления. Я не знаю. Ну, давайте идти дальше. А дальше у нас идет Спайдер-мен Человек-паук, друзья. И он очень классный супергерой, потому что у него есть паутинка, которую он может распространять по земле. И она почему-то становится серой. Да, это, по идее, очень классно сделано. Да, друзья. Но мы почему-то в ней все равно застреваем. И у него всего лишь три эффекта. Это паушный урон и прыгучить, и в том числе скорость. Но Человек-паук выглядит у нас вот так. Ну что ж, давайте идти дальше. Ну, мы и так по идее идем нолиша, друзья. Я опять забыл снять костюм, но ничего страшного. Да, здесь очень много, как видите, всяких костюмов. И дальше у нас идет, опять же, всем знаменитый Дэдбул, которую, наверное, уже все знают, все друзья. Ну, я, конечно, узнаю. Лучше вот чего, я его, конечно, знаю. И у него есть вот такая катана. И он выглядит очень классно. И, можно сказать, выглядит он очень круто. Так, давайте сейчас, все, я включу музыку. Да, извиняюсь вот за такой эффект. Ну, что ж, давайте идти дальше. И, как видите, у него, конечно, у него очень много эффектов, друзья. Аж шесть эффектов. Ну, я опять же забыл с ним про него. Но это, опять же, ничего страшного. Путин, ты меня бесишь. Так. Ну, и дальше у нас идет Халк, друзья. Наверное, все знают Халка. Это совершенно неадекватный персонаж, который просто творит ни на чего. И у него есть вот такой кулак, который себя ведет, тоже неадекватно. К примеру, вы сможете себя отталкивать. Я не знаю, зачем это надо, но в фильме Халк ведет себя тоже довольно неадекватно. Он может что-то сломать, может что-то разломить. Поэтому вот эта вещь совершенно верная вещь, друзья. Для этого супергерой. И, как видите, тоже давайте возвращаться к нашему веселому случку. Ну и Халк, конечно, выглядит вот так. Очень классный зеленый персонаж, который мне, конечно, тоже нравится. Но у него тоже большая куча эффектов. Аж целых шесть эффектов. Ну и последним, друзья, нашим супергероем это будет... И у нас последним супергероем будет Супермен, друзья. Ну что ж, очень классный супергерой. Да-да-да. Да-да-да. И у него есть такая специальная рука с помощью, которую вы сможете включать супер оружие. А это у нас очень классный лазер, который стреляет огненными стрелами. Но это необычная огненная стрела, как могли подумать многие. Это огненная стрела, у которой повышенный урон, друзья. Это очень классная способность, мне кажется. И у него тоже очень много эффектов. И, конечно, у него есть подводное дыхание. Незачем. Я не знаю, зачем ему это надо. Но все же это Супермен, друзья. Да-да. Так, подождите. И выглядит он у нас вот так. Очень классная пререзовка. Очень классный скин. Ну что ж, вот такой у нас сегодня был большой мод. Ну а на этом все. Ставьте лайки. Ну и подписывайтесь на канал.